Уважаемые коллеги, я тоже хочу поблагодарить Организатор этой конференции за возможность выступить по столь проблемным вопросам, которые здесь обозначены Когда я готовился к этой конференции, я думал, как вложившись в регламент, можно сказать тезисно об очень серьезных проблемах Но благодаря тому, что было несколько передо мной выступлений, моя задача облегчается А мое выступление посвящено месту России на новом этапе глобализации Для начала здесь уже все было сказано, что глобализация процесс объективный Мы теперь можем ссылаться на нашего президента, я, например, даже в Европарламенте, когда выступал об этом, сказал о глобализации процесс объективный Но сказав А, надо было сказать Б И вот я по поводу Б Да, сам процесс глобализации объективен Но управление этим процессом по определенной концепции всегда субъективно И я бы сказал, что это самое трудное было все вот эти годы, что мы работали Объяснить, что такое авторский коллектив, внутренний предиктор СССР Как он дошел до жизни такой, что выявил, что Библия является тем самым проектом глобализации Речь идет о том, что еще в далекие времена, где-то около 3000 лет назад В Древнем Египте Была сформирована, теперь все уже знают, что такое, ну, по крайней мере, здесь сидящие Что такое полный функций управления Хотя я не сомневаюсь, что вот в той лексике, в которой теперь это обозначено Такое не было Не было расписано, это полный функций управления Вот первый этап этой полной функции управления Выявление некого нового фактора СССР По нашим оценкам, произошло именно там В Древнем Египте А что было выявлено на первом этапе? Было выявлено, что интеграция производительных сил процесс объективный Вот эта полная функция управления И ее непонимание в современном обществе И непонимание того, как она реализуется в различных цивилизациях И есть проблема сегодняшнего мира Ну, могу сказать, что, как мы действовали, я говорю, мы Потому что я представляю этот авторский критик, являюсь его частью Мы стали изучать культуру То, что культура, это вся не генетическая, безусловная информация, это факт Здесь уже говорил, вот выступающий Николай Васильевич, да, это искусство Но не только искусство, это и наука В том числе и социологическая, и экономическая Если посмотреть на искусство По музеям На уровне живописи По художественной литературе По музыке, по архитектуре Нет ни одного раздела культуры С точки зрения искусства, где бы не было элементов Библии Так мы поняли, что мы живем в библейской культуре А дальше уже было легче Выйти на понимание, что Библия, это и есть субъективная концепция И все, что сейчас в мире делается Глобалисты, антиглобалисты, это все дурь Я еще раз повторяю, это дурь Но эта дурь тоже соответствующим образом навязывается Потому что нас не устраивает не сам процесс глобализации, если он в Библии Нас не устраивает концепция, по которой идет процесс глобализации И вы все знаете, что Россию все время причисляют Мы Европа, мы должны быть Западом Весь Запад управляется именно по Библии Она является основой культуры А еще раз подчеркиваю, в культуру входит также и наука Здесь уже об этом говорилось, и многие не понимают А почему такое происходит, что вот у нас есть наука И такие кризисы А происходит вот почему Одна из проблем в науке, это образовательные стандарты Я своим студентам на лекции задаю вопрос Вот скажите, в России была монархия Были гимназии, институты, университеты И там были определенные образовательные стандарты Потом произошла революция На основе Российской империи сформировался Советский Союз Общество стало образованным А вот скажите, ответьте мне на вопрос А образовательные стандарты сменились? Они все говорят, да, конечно, сменились Я говорю, а в чем? Появилось много новых предметов? Ну и постепенно они с грустью подтвердили Образовательные стандарты не изменились Они какими были, такими они остались И вся наука наша, в том числе экономическая Заточена на то, чтобы обеспечивать и поддерживать Эффективность управления по этой библейской концепции Поэтому многие научные здесь работники, которые выступают Они этого просто не понимают И думают, как и дули раньше На потребность этой библейской концепции Я зайду к этому на другую сторону Вот представим, что Россия как цивилизация Россия это не страна, это цивилизация Не существует Как бы потекала сейчас глобализация Вот есть Восток, есть Запад Запад управляется по библейской концепции На Востоке много других концепций И вот если нет России Потому что тема этого моего доклада Россия на новом этапе глобализации Если нет России, наверное, все было бы С точки зрения управления по библейской концепции Нормально А вот Россия Вносит Такую сумятицу в их рядах Я ничего не могу сделать А что это такое новый этап? Был какой-то прежний, теперь новый Ну, здесь в ряде выступлений Николай Васильевич говорил Что была смена отношений эталонных числов Биологического и социального времени В середине 20-го столетия И глобализаторы, кураторы этого проекта Не успели завершить глобализацию по концепции А уже к концу 20-го столетия Появились люди Ни где-нибудь Ни в Америке Ни в Канаде Ни в самых высоких научных сферах Которые идентифицировали Что в Библии есть концепция управления Вы не думаете, что это так просто Я это говорю ответственно Потому что мы на этот процесс прошли Мне приходится бывать во многих странах Выступать в различных В странах Востока и Запада Института, даже в Европарламенте Слушать, возразить ничего не могут Не сказать не могут ничего Так вот, новый этап глобализации По нашим оценкам Как раз начался с того Что вот те процессы, о которых я здесь говорю Стали осознаваемы А до этого никто их не осознавал И вы обратите внимание О глобализации, как процессе Заговорили только в конце 20-м Начале 20-го века Почему? Одна из главных проблем Почему вы не осознаете Как проблема То есть самой полной функции управления Я надеюсь, что вы смотрели На этап ее Еще раз говорю Выявление нового фактора среды Внесение в свою систему стереотипов У каждого есть Выработка целей В отношении этого нового фактора И формирования концепции Вот мы этот путь прошли И потому что мы прошли Вот выступающий риэтор здесь говорил Да, все в России уже знают о концепции Общественной безопасности Во многих странах за рубежом знают Но обратите внимание Нас нет Ни на радио, ни на телевидении Ни в газетах Хотя поначалу Именно потому что элиты не разобрались Они даже допустили невероятное Они позволили провести парламентские слушания Этой концепции Где присутствовало более 300 экспертов И они закончили все эти парламентские слушания Серьезным документом Рекомендациями президенту, правительству И другим составам думы Изучить это, развивать, дополнять и так далее А теперь тишина Ответ простой Есть система Она существует не одно Уже тысячелетие По нашим оценкам около 3000 лет И вот в России появилась Внесистемная информация Критиковать ее Себе дороже Это значит Есть такой способ пиара на основе критики Говорить о ней что-то одобрительное Ну тем более нельзя Это против системы Что остается? Замалчивать Ну а тем не менее Вот осознание, что все как-то идет не так В мире существует И что глобализация идет как-то не так Ну давайте посмотрите Этот вопрос сейчас освещали Предыдущий, выступающий Я недавно в апреле был в Париже Убедился на собственном опыте Изучая информацию Запада Да, 70% мировых городов Келерасы Это по-русски Геи это слово Не русское, а по-русски И они об этом говорят Даже с некоторым таким вот Но они делают и не в этом Вот это меньшинство Их конечно очень мало Она стремится навязать большинству свою волю Не думайте, что это какие-то шутки Это все очень и очень серьезно Сейчас масса статей Которые говорится А что же это такое? Молчали, молчали И вдруг вал информации выбросился А вот как вы думаете? Те, кто на вершине толпы литарной пирамиды Им же надо всегда как-то отличаться Чем-то Есть такие Вот этим они будут отличаться Хочешь туда войти в элиту? Пройди это А иначе никак Вы что думаете? Вот эти мэры городов Или президент Аланд Просто так Обещал кому? Какой-то небольшой доли Общества Что он Узаконит браки Но я сильно сомневаюсь Что общество за него проголосовало Выборов как таковых Нет ни в одной стране Не питайте иллюзия Особенно Страны Запада Если есть где выборы более-менее честные Только в России Не зря многие за рубежом говорят Больше всего демократии в России Здесь можно даже говорить О вне системной информации Ну а какие Сейчас идут процессы А сколько осознаются Многие научные сообщества осознают Ну в других странах Например Китай Там Япония Понимая что творится Что-то невероятное Стали пытаться защищать Свою культуру И Разговор О Ценностях Общемировых ценностях Переходит в плоскость А почему это Западные ценности Общемировые Вот Китай готов Например Предъявить Обществу Свои ценности С появлением нового Председателя Совета Китая Си Цзипин Это уже в открытую Сказано Япония готова Предъявить Свои ценности Миру Но Обменять Один толп Политаризм На другой толп Политаризм Не получится Поэтому Мы рассматриваем Сейчас в мире Несколько концепций Вот Библейское А нам Несколько Модификаций Марксистской Модификации Буржуазо-либеральной Модификации Псих-Троцкист Троцкист Модификации Социализм Который мы Имели Никакого отношения К социализму Не имели Это псевдо-социализм И Несмотря на то Что Сталин Выгнал Троцкого Корни Которые Пустили Троцкисты В обществе Они остались И Хрущев Это самый Настоящий Троцкизм Будьте готовы Начнется Такая глобальная Защита Хрущева И всех его реформ Объяснений Но у него Было очень много Помощников Вот тут Николай Васильевич Сказал Напреждение С Жуковым С Жуковым Далеко не все Ясно Почему-то Именно благодаря Жуковым Удалось Хрущеву Сделать То, что он Сделал А у меня Есть Личный опыт Общения С Жуковым Я с ним Общался Мне было 19 лет Не хочу Говорить Об этом В этой Аудитории Но Я рассказываю К чему Привело Такое Общение Ну Выводы Моих Сверхников Суворовского Училища Вот Сейчас Набирая Силу Глобализации От этого Никуда Не Едется По Концепции Общательной Безопасности Она Появилась Почти Четверть Века Назад И Некоторые Спрашивают Наши Журналисты Или Социологи А где Результат Где Результат А я Скажу А вот Результат А результат В том Что В любой Стране СНГ Так Называем Мы Считаем Что СССР Был И Остался Везде Есть Уже Группы Команды Которые Готовят Новые Кадры Базу Которые Должны Осуществлять Глобализацию По-новому Несколько Слов Один Я хочу Сказать Вот О психотераптизме Это Необычное Явление Которое Нашло Понимание Осознание Только После Появления Концепции Общественной Безопасности И вне рамок Этой концепции Оно не понимается Это очень древнее явление Которое раньше называлось Одержимостью Это Группа Это именно психическое явление А не политическое явление И в этом смысле Психотроцкизм Всеяден То есть Он входит в любые Идеологии В любые группы В любые корпорации И Мы имеем На основе истории России Очень хорошие примеры Как этот психотроцкизм Действует И нам стало понятно А как же он будет Приквидирован Потому что Любые идеологии Это борьба За умы И души И поскольку Сам психотроцкизм В внутреннем конфликте И он будет Любые Идеологии Любые идеологии Проникать То в процессе Вот этой борьбы За умы и души людей Он сам и ликвидируется А с ним Объяснить что-то Психотроцкизму Невозможно Вот многие На Западе Хотят поставить На одну доску Сталина и Гитлера Но они глубоко Ощеваются На одну доску Легко поставить Гитлера И Троцкого Между ними Куда больше общего Между Сталиным и Гитлером Но это еще Общество предстоит Только осознать И преодолеть Ну естественно Наша несистемность Она будет Пределена Потому что Есть вещи Которые нельзя Не запретить Не закрыть Информация По концепции Общественной безопасности Она Очень Мощно Присутствует Информация Она Переведена Уже на 15 Языков Разных Стран Мира И вот Бывают Даже Такие Страны Как Итам Индия Малайзия Монголия Я Видел Как люди Там Особенно На Востоке Легко Воспринимают Да и На Западе Тоже В Европарламенте Я выступал Там Не было Отторжения Почему Вы скажете Не было Понимания Потом Мне предложили Выступить В Католическом Университете В городе Ловит И там Я не видел Отторжения У нас же Вот мы Только Такими Небольшими Штирхами Вот ректор Цитировал Здесь президент Вот президент Авторитет Поэтому Вот что он Сказал Против авторитета Общества Топоритарное Толпа Это собранные Деи Живущие По преданию Рассуждающие По авторитету Это только Доказательства Либо Вождя Либо Священного Писания Либо Предания Которые Вы знаете Может быть Как угодно Изобранные И вот Совершенно Новое Явление Которое Россия Уже Предложила Миру Мир Нуждается В объединении Здесь Правильно Было Сказано Чтобы Сформировалась Единая Культура Но Чтобы Все Региональные Культуры На основе Вот этого Объединения Не Погибли А наоборот Выбивались Так вот Для того Чтобы Ублиться Нужна Идея Россия После Революции Дала Идею Пусть Ложную Но Все-таки Она Сумела Захватить Почти Половину Населения Земного Шара Россия Сейчас Не примет Никакую Идею Ниже Той Ложной Только Высшей И какая Это Идея Николай Васильевич Здесь Говорил Он Привел Так Некоторые Аспекты Чем Отличается Одна Цивилизация От Другой Но Сюда Надо Добавить Один Фактор Очень Важный Смысл Жизни Когда Я читаю Лекции Студентам Я Спрашиваю Скажите Смысл Жизни На Западе Отличаются От Смысл Жизни На Востоке Даже Если Вы Книг Не читали А Просто Из Ящика Ураков Ловите Какую-то Информацию Да Конечно А Смысл Жизни Западной Цивилизации Отличается От Смысл Жизни Россия Да Так вот Путин Пытался Высказать То Что Называется Смысл Жизни Россия В России Есть Некая Триада Которую Раньше Называли Это Идея Справедливости Русский Язык И Пушкин Вот По части Справедливости Оказалось Не так Просто У многих Региональная Цивилизация Справедливость Поднимается По-своему Поэтому Если Будет Реализована Идея Человечности То Справедливость Идея Справедливости Реализуется Самой Собой Поэтому Сейчас Этот Триад Будет Так Идея Человечности Русский Язык И Творческое Наследие Пушкина Который Выразил Это В наиболее Полной Форме Ну Конечно Многие Поскольку Этот Момент Здесь Не затрагивался А что Стоит Человечность Только В России Есть Такая Агарюка Все люди Да не Все Человеки Психика Виды Человека Разумные Имеют Четыре Составляющих И Каждый Из вас Без Всяких Научных Разисканий Понимает Это Инстинкты Это Культурные Привычки Это Интеллект Который Нравственный Никак Не Ограничен И Это Чувство Совести Через Чувство Совести Ждет У человека Общение С Богом И Весь Наравственный Оператив Объясняется Чувством Совести Так вот Эти Четыре Составляющих По-разному В разной Личности Если Доминирует Только Инстинкты Мы имеем Дело С животным Типом Строек Системки Если Доминируют Только Культурные Привычки Они Вырабатываются На основе Определенной Концепции В определенной Культуре Культура Это Гончар Каждое Вновь Вступающее В жизнь Поколение Это Глина Из которой Культура Лепит То, что Ей нужно А что Нужно Стереотипа Поведения Это Продукт Культуры Поэтому Если Человек Не в состоянии Определить А чем Хороши Чем Плохи Эти стереотипы Тогда Это Зол Если В этой Четверке Доминирует Только Интеллект Нравственно Ничем Не ограничен Тогда Это Демон Читайте Ревантова Читайте Пушкина Они Очень Четко Расписали Вот Такие Демоны А Вот Если Есть Диктатура Совести Тогда Это Человек И Те Кто Иногда Хихикает На диагену Который Ходил В начале Шестого Века По сенопос Фонарем Днем Его спрашивают Ты че ищешь Он говорит Ищу Человека Эстафету Приняли В советское Время Мульти Варанкин Помните Будь Человеком А Будь Человеком Оказывается Очень Трудно Потому что Жить Под диктатурой Совести Очень Трудно Еще К этому Мир В целом Атеистичен Пока Россия Преодолела Идеалистический Атеизм Всех Церквей Имени Христа За тысячу лет И Преодолела Материалистический Атеизм Марксизма Куда ей Куда ей Двигаться Ни одна Страна Мир Этого Пути Не прошла У России Колоссальное Предназначение И все До этого Есть Многие Жалуются Вот у нас Население Мало Огромная Территория Так это Потенциал Для развития И Россия Хочет Она Этого Нет Практически Снова Лидер Всего Мира Это Уже Не зависит От Отдельных Либералов Пидорасов И прочих Потому что Пидорасик Это Попытка Опустить Человечество На животный Морь Вот есть Такая Вы знаете Латынина Которая в новой Газете Подготовала статью Стала Которая написала Да что Мы Все Поднялись Это Всегда Было Это В животном Мире Сколько Угодно Гомосеков А потом Смотрите Римские Императоры Почти Поголовно Все Были Пидорасами Хорошо Что Я все равно Что Ответить Вы что Хотите Опустить На животный Уровень Да Стремление Будет В мире Опустить Людей На животный Уровень Не дать Возможность Состояться В качестве Человека Животными Управлять Легче Я думаю Что Россия Это Не позволит Уже Многое Сейчас Можно Почитать В интернете Тех Кто Недоволен Вот Этими Процессами Умель Надежда Только На Россию Единственная Кто Россию И пока Это Очень Так Не Уверенно Но Наши Законодатели Принимают Законы Ограничивающие Вот Это Самое Пускание К животным Да Стремление К животным Владимир Павлович Спасибо вам большое Спасибо вам Спасибо вам Субтитры